Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Хочу получить совет. Рассталась с парнем. Нашла в его телефонный номер, подписан как чей-то адрес и буква М без имени. А на фото к номеру в вайбере светится женщина. Он начал все отрицать, говорит, что не знает, что это номер. Я не поверила. Сильно разозлилась и ушла. Теперь не знаю, что делать, очень плохо, больно на душе. Были вместе 3 с половиной года. Предложения так и не сделал за это время. Были планы на будущее, хотя может только у меня. Подскажите, как отпустить и забыть. Да? Вот. Или какие дальше перспективы. Думаю, ехать за границу, поработать несколько месяцев, отвлечься, может станет легче, бьет сейчас по всем фронтам моя жизнь. Пишет Ирина. Ну, Ирина, смотрите. Во-первых, совет. Да, не дают психологи советов. Вот. Поэтому именно в том, что касается советов, пожалуй, здесь как бы я не помогу. Да? Ну, не только я. Вообще психологи советов не дают. Это первое. Второе. То, что избегание, бегство, отвлечение – это не лучший способ обращаться со своими чувствами. Это, в общем-то, обесценивание, получается, такое. Ваших чувств, обесценивание, такое, ваш хомот, ваших переживаний. Вот. И мне кажется, что убегать и уходить куда-то – не лучше идея. Поэтому я бы постарался бы здесь остаться в этом моменте, остаться в этом переживании, остаться в том, что с вами происходит, да, и разобраться в себе, в своих чувствах, вот. В том, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, в том, как вы позиционируете себя в отношениях с мужчинами, в том, как получается такая довольно интересная штука, что вы уходите, а потом вам плохо и больно, да. То есть вы вроде бы ушли, но выглядит так, как будто бы вы все равно все еще в отношениях. Выглядит так, как будто бы вы все равно находитесь, ну, находитесь еще в контакте с этим человеком, да, и отношения с ним не завершены и, ну, как-то вот вы свою позицию, да, в этом смысле не простроите. И по отношению к тому, что произошло, и по отношению к себе, к своему поведению. Вот. А на мой взгляд это вот ключевая такая особенность. Хорошего конечно мало, потому что вы описываете, что мужчина не сделал вам предложение, хотя вы ждали, ожидали, надеялись, вот. Но это повод пересмотреть, возможно, то как вы живете, это повод, возможно, пересмотреть, как вы себя позиционируете, это повод разобраться в себе. Вот. И вполне возможно, что в отношениях вы делаете что-то, что с одной стороны не позволяет вам сближаться с, ну вот, с мужчинами, да, например. Ну, настолько сближаться, чтобы построить, чтобы создать индика. А с другой стороны есть что-то, что вот как-то давит на человека, да, и так далее. давит и блокирует, естественно, вероятнее всего потребность в том, чтобы, ну, идти с вами дальше на сближение. Может быть, и может быть это какое-то доминирование ваше над мужчиной, может быть это что-то еще. Тут нужно смотреть, тут нужно разбираться, ну вот. На мой, на мой, по крайней мере, взгляд. И, соответственно, уже, исходя из этого, как-то что-то дальше думать. А вы пытаетесь увидеть свое будущее, ну, как бы с точки зрения психологии, будет все зависеть от вас. Вот. Целиком и полностью. Зависеть от вас. И, соответственно, если вы будете, вот, избегать, да, как вы это делаете сейчас, к примеру, то, в общем-то, ну, ничего хорошего, наверное, не будет. Вот. И, в целом, ну, ваша жизнь не изменится и страдать вы или переживать будете так же, как и раньше. Вот. То есть тут идея в том, чтобы именно вот начать меняться, на мой взгляд, по крайней мере. Соответственно, спросите себя, как правило ли вы это делать, как правило ли вы меняться, вот, как правило ли вы работать над собой, готовы ли вы любопытствовать в своей жизни, вот, готовы ли вы расширять, в хорошем смысле этого слова, в своё сознание, вот, своё восприятие мира и так далее. Вот. И, соответственно, вот, тогда уже можно будет говорить о том, что ваша жизнь будет меняться, вот. Вы лучше штор. Вот как-то, как-то, наверно так. Я бы мог ответить вам на вопрос, который вы задаёте. И, соответственно, ооо. Желаю вам всего самого доброго, удачи, удачи, обращайтесь за помощь, вам она пригодится, вам она будет полезна, вот. Не ищите опоры в каком-то определенном будущем, она постоянно меняется, вот, в зависимости от ваших действий. И если сегодня вы одна, у вас одно будущее, если вы немножко измените, то будущее у вас сразу же станет другим. Вот это такая вот многоошибочная история, что есть какое-то одно будущее, которое есть у человека, ну, на мой взгляд, по крайней мере, история эта несколько ошибочная, она несколько такая инфентализированная, я бы сказал, вот, и, соответственно, ничего хорошего вам не несет, кроме только, ну, беспокойства, деструктива, тревоги, боли и так далее. Да, и еще один момент, на который я хотел обратить внимание, это то, что вот вы телефон-телефон там, вы его молодого человека проверяли, да, вот, но это вообще-то нарушение личных границ личного пространства другого человека и, соответственно, вопрос здесь в доверии, вот, то есть вопрос в доверии, как вы, доверительны ли вы выстраиваете отношения с, ну, ну, мужчинами, да, или с мужчиной, вот, возможно, вы уже чувствовали, ранее какую-то напряженность, да, там, какую-то неловкость, вот, вы, ну, ощущали это. Но как-то вот игнорировали, избегали, так же, как сейчас вы хотите избежать этого важного достаточно момента в вашей жизни. Вот, всего вам самого доброго.